Я купила путёвку мужу и двум его женам. На самом деле, была разбита. Я упала, старалась читать дуан. Саламу алейкум, Малика. Расскажи, пожалуйста, кто ты нашей аудитории. Алейкум ассаламу рахматулла. Меня зовут Малика. Я владелец ювелирного магазина, совладелец Центра развития подростков. Занимаюсь автоматизацией бизнеса, бухгалтерским консалтингом. Скажи, пожалуйста, сколько раз ты была на Умре или в Хадже? В Хадже я, к сожалению, ни разу не была. На Умра я была трижды. Сколько у вас в семье жён? У моего мужа три супруги. Я слышала, что вы все вместе поехали на Умра. Да, это был мой первый Умра вообще в жизни. Это чья инициатива была? Вообще, я хотела сделать подарок на 40-летие мужу и подготовила подарок, поездку на Умра. Да, сама я ещё на тот момент не была в Умра. Но хотела сделать что-то приятное ему. Девочки, старшие мои, они тоже не были никогда. Ни в Микки, ни в Медине, соответственно. И я подумала, что их сердце было бы разбито, если бы он уехал, а они бы не попали туда. Вместе с тобой, да? Нет. Ты тоже не планировала? Вообще не планировала ехать. И на тот момент у меня бюджет, скажем так, да, финансы позволяли купить три путёвки. И я купила путёвку мужу и двум его жёнам. И хотела отправить их на Умра. Тот день, когда я им вручила непосредственно уже путёвки, мы плакали как от счастья, так и от горя одновременно. И девочки тогда только мне сказали, и вообще мне это даже в голову не приходило, они тогда только мне сказали, у тебя есть золото, продай. А, своё золото. Да, хотя мне это и в голову не приходило на тот момент. И буквально за две недели до выезда я успела докупить четвёртую путёвку, и мы уехали вместе. Тебя не манили мысли, что лучше бы самим отдельно поехать вдвоём? Ну, как-то нет, у меня вообще не было таких мыслей. Мне хотелось, я просто понимала, что девочки ещё долго не попадут туда. Потому что я каким-то своим делом занимаюсь, в силу каких-то жизненных обстоятельств и так далее, маленьких детей. Я понимала, что девочки в ближайшее время не попадут. И если я сейчас с ним не отправлю их, я потом не знаю, когда они встанут. Машалам. Скажи, пожалуйста, как вас воспринимали другие паломники и сталкивались ли вы с необычными реакциями? Ну, как принято думать, что у арабов многожёнство развито, это на самом деле не так. На практике оказалось. Во всех магазинах на нас бурно реагировали. Нам всем дарили подарки, постоянно делали какие-то скидки. На нас приходили, смотрели по пять-шесть арабов. Это было очень странно. А наши паломники как реагировали на вас? Наши паломники нормальны, но мы просто выезжали так, что мы были вчетвером, и нас никто не беспокоил. И мы особенно так не пересекались именно с нашими паломниками. Мы сами как группа были, потому что супруг уже был на Большом Хадже, он знал все процедуры, и он был наш руководитель больше даже. Каким был твой первый взгляд на Каабу? Что ты почувствовала? Когда мы делали приветственные товары, то есть впервые увидев Каабу, после того, как после семи кругов меня начали дёргать муж и девочки, что надо делать два рака от намаза, я только тогда очнулась. Я не поняла, что я делала. Мне кажется, это было какое-то бессознательное состояние, я не знаю, как объяснить его вообще. Но я не поняла это. И я потом говорила, пожалуйста, можно ещё раз сделать тем кругом, чтобы я поняла, что я делала. Поняла. Теперь о посещении пророка Салилла Халебаселем. И, как мы знаем, этот диарат является особенной частью Умры. А каким был твой первый диарат? Я была разбита, когда впервые попала туда, когда увидела купол. На самом деле была разбита. Я упала. Старалась читать туат, то, что положено читать, то, что я заучивала. И почему-то на тот момент, это был первый год после ковида, меня очень грубо поднял военный, и он сказал, «Кааба, там!» и развернул меня от купола спиной. От этого, может быть, я ещё больше расстроилась. Я очень долго потом собиралась. Да, мы попали, на тот момент надо было регистрироваться, по Куаркадам, всё, мы попадали, конечно же, внутрь, да. Но там совсем другое ощущение. Там не ощущение, что ты в первый раз здесь рядом. Ощущение первой встречи бывает в момент, почему-то, когда купол видишь. В момент, что вот рядом пророк Алиси, а когда ты попадаешь уже внутрь, бывает другое ощущение, какое-то неземное, как будто ты не на земле. Что тебе больше всего запомнилось в паломничестве, помимо зиаратов? Мне запомнился образ жизни саудийцев. Ну, то есть, может, потому что мне это было интересно, хотелось за этим наблюдать. Мы были в умра, в Рамадан, первый умра, и мы ходили на таравих, и мы специально ходили в дальние, недостроенные корпуса, где собирались саудийки со своими семьями, и мы ходили среди них делать таравихи, потому что у них бывало всё время какие-то диалоги, они друг друга кормили, что-то происходило своё у них бытовое, и нам это нравилось, и мы вчетвером, втроём как три вороны среди них, они все в чёрном, а мы всё время старались быть в белом. Мы ходили всегда туда. Есть ли ощущение, что первый раз это намного эмоциональнее, а последующий это как будто уже обыденность? Или твоё мнение какое? Над этим очень надо стараться работать, потому что это приходит, ты скучаешь, с каждым разом ты больше скучаешь. У меня, например, я вот чётко знаю, что полгода меня хватит, ровно через полгода у меня начинается болезнь под названием умра, и просто в каждый последующий раз ощущение туристической поездки, чтобы не появлялось, надо себя психологически настраивать, да, потому что оно приходит. Ты не ощущаешь трудностей, у тебя нет неизвестности пути, у тебя нет неизвестности локаций, ты уже совсем по-другому себя чувствуешь, и во второй, и тем более в третий раз, да, вот когда я была. Это совсем по-другому. Скажи, пожалуйста, какие стереотипы многожёнства ты хотела бы развенчать? Ну, в первую очередь, я бы хотела, чтобы к этому не относились, как к чему-то, прямо говоря, грязному. Почему? Потому что это то, за что мы будем отвечать. Я вообще вступила на этот путь в надежде встретить пророка Алисера Туцарям и его жён в удовольствии. И я бы хотела, чтобы каждый, кто выражает отношение к этому, понимал, что они тоже встретятся с ним. Ты же вышла третьей женой, получается? А какие преимущества есть с твоей точки зрения в таком браке? Я не могу сказать, что этот брак преимущественнее каких-то других. Его преимущество только общественная позиция. Общественная в плане увеличивающихся разводов, одиноких женщин, которые должны быть под опекой. Я вообще человек, который считает, что женщина должна быть под опекой. Ей лучше под опекой. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот эта справедливость, которая должна быть в таком браке, она больше от мужчины исходит или от женщин? Она больше исходит от мужчины, но держать этот баланс в руках женщины. То есть, если даже супруг в силу физической усталости, моральной усталости, психологических каких-то моментов своих с этим не справляется, женщина всегда может это откорректировать. теперь поговорим о том, что произошло после умра, что ты изменишь, что-нибудь изменило бы в этом путешествии самым своим первым? Хоть мы ехали там вчетвером, хоть мы в последующем ехали вдвоем, я бы хотела, чтобы вообще, кто едет с семьей, они были крепкими и были готовы к тому, что там очень испытывает Всевышний отношениями личными. Если вспомнить нашу первую поездку, я бы хотела, чтобы разрядилось вот это межличностное напряжение, которое несколько раз у нас появлялось там, которое вообще нам не свойственно, например, здесь. Это больше обычно проявляется в Мекке, чем в Ведении. Да. Есть такое. И скажи, пожалуйста, какие советы ты дала бы женщинам, которые впервые едут в паломничество, именно женщинам? Ну, это больше, наверное, какие-то материальные моменты имеется в виду подготовиться, в удобную одежду, подготовиться в удобную обувь. А с точки зрения поездки, мне кажется, любой, кто понимает, что он едет и в Мекку, и в Медину, он сердцем, сознанием максимально готовит себя к этому. И мне кажется, очень важная вещь, чтобы прислушивались, именно следовали за руководителем. Это очень важно. Это очень важно. Мы собираем всё время информацию перед тем, как уехать. Как вы уехали, а как у вас было, а как у вас было. не будет идеально. Потому что, ну, во-первых, мы не в раю, чтобы всё было идеально. Будет так, как будет. Главное, там, получить удовольствие от того, что вы ждали. Набор паломника пользовалась ли ты им, и в чём он тебе помог, если можно? Набор паломника, да, я приобретала. Мне казалось, чем что-то искать, это удобнее всего. Всё вместе взял, и на самом деле, то, что помогает находиться в их нам, без проблем. Солнцезащитного крема, правда, не было на тот момент, но навсегда со мной остался крем для ног. Я уже больше другие не покупаю. Вот этот крем для ног, он просто идеальный. Шампунь и всё такое, это всегда что-то индивидуальное под наши волосы, да, но вот крем для ног, он прям... Спасибо. И ещё один вопрос, скажи, пожалуйста, где тебе больше понравилось, в Мекке или в Медине? Это такой камерзный вопрос. Мека — это другое. Мека — это Ибадат, Медина — это душа. В конце у меня задание, для тебя позвони, пожалуйста, одной из жён, скажи, что ты её любишь. Давай. А какой ты больше любишь? Нету такого. Одинаково? Нету такого, они мне обе дороги. Мариям Райская. Нихова Райская. Это мои райские сёстры. Алло. Мариям, саламу алейкум. Алейкум сам. Я тебе хотела сказать, что я тебя очень сильно люблю. Алло. Ой, алло, я тебя тоже. Давай, саламу алейкум. Алейкум сам. Всё, пусть в вашей семье будет барракад нами.